Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 февраля и вот сегодня, раз я отвечаю на вопросы зрителей, сейчас отвечу коротко-коротко на вопрос Евдокии Филатовой. Мы все забываем про тех огородников, которые хотят выращивать растения, хотят присоединиться к нашей огромной дружной компании огородников, но которые не имеют своего огородика. Конечно, это вот балконные огородники, которые любовь есть к растениям, все есть, возможности нет. И вот Евдокия Филатова спрашивает, есть ли у меня семена томатов для выращивания на балконе, а я сформулировала эту тему так, какие томаты можно выращивать на балконе. Потому что, если честно, я скажу вам, прям вот чисто балконных сортов томатов, их не так уж много. У меня есть, например, томат Пиноккио, который считается вот истинно горшечным. Но и то, я про него рассказывала, что выводили его все-таки для выращивания в открытом грунте, просто в неблагоприятных условиях и в короткий период, чтобы он вырос. И вот он получился такой компактный, это карликовый томат. И сейчас его считают, ну сейчас уже забылось, что выводили его для открытого грунта. Сейчас он считается чисто горшечным, под Пиноккио горшочный. Потом есть, он красный, но маленькие плоды. Он как игрушечный, как елка с маленькими игрушечками. Точно такой же есть у меня там от Синичка. Мне вот зрительница тоже прислала. Но тоже миленькие-миленькие, желтенькие. Он тоже горшечный и тоже такой маленький-маленький миниатюрный. И есть еще Балконная звезда. Тоже маленький, тоже горшечный. Но я хочу расширить вам ассортимент этих томатов и рассказать побольше, как вы можете даже в магазине найти для себя томат для выращивания на балконе, хотя там ничего не будет сказано. Производитель никогда не пишет на тех томатах, которые в принципе могут подойти для выращивания на балконе, никогда не пишут, что, очень редко пишут, что этот томат вы можете с успехом вырастить на подоконнике или на балконе. Но опытные огородники, наверное, догадались, о чем я и говорю. Это все штамповые, низкорослые вот такие вот томаты. Я сейчас вам назову. Я в прошлом году выращивала специально на пробу в ведре, но я не на балконе, я просто выставила из дома его. Он у меня рос вот в теплицах придомовой. Штамбовый засолочный. Прекрасно растет в ведре. И в отличие вот от этих горшечных сортов, у него-то помидорка 100-120 грамм. Первые плоды прям такие настоящие. Он штамбовый, он компактный, он, ну, высота, наверное, 40-50. Вот это идеальная высота для выращивания на балконе. Потому что пиноккио 20-сантиметровый, вы ненормальных салатов с него не нарежете. Ну, 40 грамм помидорка или 120, есть разница. Ненормальных салатов с этих карликовых горшечных не нарежете. Они именно для подоконника, для выращивания там в зимний период, или вот у кого балконов нет. Если у вас есть балкон или лоджия, укрупняйте размер плодов, то есть выбирайте те сорта, которые мы выращиваем на улице, но которые штамбовые и компактные. Пожалуйста, гном. Прекрасный томат. Выращиваем на улице, он удлиненная форма такая. Гном. Туда же может пойти челнок. Туда же даже можно отправить буян и желтый, и красный, потому что он у нас в открытом грунте тоже 45. Он толстоногий, он в рассаде не вытягивается, он компактный, его не надо пасынковать. Вы его кол воткнете в это ведро, привяжете, и вот эти пасынки будут в сторону. Скажу вам дольше, больше сейчас отвлекусь от штамбовых. Выращивала в прошлом году в ведре монгольский карлик и банановые ноги. Они ведь тоже невысокие. Вот они, монгольский карлик вырастает 20 сантиметров и начинает вот так вот расползаться вокруг. И строение его куста идеально подходит для ведра. Вот ведро, но я два высаживала. Вот высаживаете два в ведро, и он прям как петуния, вот так вот каскадом свисает. А если его еще поставить на какую-то подставку, и вот он будет вот так свисать, очень оригинально. То же самое с банановыми ногами. Они же тоже, у них много-много пасынков. Они невысокие, 40-50 сантиметров. И высадив два куста банановых ног, например, они у вас вот так все ведро, вот этими висячими пасынками покроют. Идем дальше. Даже если не штамбовые, но я штамбовые все не буду перечислять, но вы знаете, туда можете спокойно посадить, вот у меня, например, есть ринет, полюс, аляска, все, на которых написано 45-50 сантиметров. Снежная сказка. Они не вырастают высоко, но вы только имейте в виду, что вот эти, которые штамбовые, они будут просто стоя стоять, вы их к чему-то прицепите, и они будут стоя стоять, и будут... А вот эти как висючки-то, вот эти вот монгольские, карлик, банановые ноги, они будут вот так вот, ну, по ведру. Вы должны выбрать, какой вам больше понравится, ну, к какому больше душа лежит. Если не говорить про штамбовые, я хочу сказать, вот те, которые выращиваем мы по принципу посадил и забыл, они практически все могут выращиваться в ведре. Потому что, когда я вот видео снимала, как мы выбираем по принципу посадил и забыл, у кого рост, ну, не рост, высота, 40-45-50, не больше, которые не требуют посынкования, которые не требуют подвязки. Если он в грунте может расти сам, по принципу посадил и забыл, значит, его можно с успехом выращивать на балконе, на лоджии. Все, вот это мой такой, как бы сказать, не путеводитель, а вот такие вот мои наметки. Как вы можете выбрать себе тот сорт, который вам нравится? Ну, ой, не нравится, который подойдет для выращивания в ваших условиях. Ну и, конечно, сюда же можно отнести все томаты черри, которые невысокорослые. Есть же черри вот такие двухметровые. Опять же, я только хотела сказать, что двухметровые вам не подойдут. В последние годы люди стали увлекаться выращиванием вот таких вот лиановидных на балконе. Так что, если рассмотреть вот со всех сторон эту тему, что какие томаты можно вырастить на балконе? Наверное, все-таки любые. Кроме тех, конечно, которые индетерминантные и которые с огромными плодами. Им все-таки, я думаю, что вот этого объема одного ведра не хватит. Но опять же, но если, может быть, вы поставите такую тару, например, мешок, набьете туда четыре ведра земли и высадите индетерминантный, крупноплодный, сразу скажу, я не пробовала. Но так логически, если помыслить, если у него будет много грунта, если вы ему сделаете шпалеру, то, возможно, на балконе можно вырастить и такой великан, который будет двухметровый, у которого будут плоды 500-700 граммов. Но если вы ни разу не выращивали, начните все-таки со штамбовых, с таких, с невысоких. Но, естественно, выбирайте крупноплодные, покрупнее, как я говорила, вот штамбовый засолочный, пожалуйста, таймыр прекрасно вырастает, огромные вот такие на первых кистях плоды таймыр, метелица. Все, которые я называла толстоногие, все толстоногие сорта можно применить для выращивания на балконе. Все, надеюсь, кому-то помогло. Главное, не бойтесь, пробуйте, экспериментируйте. Если вы в этом году купили, вам вот он не понравился, на следующий год берите с другими сортовыми характеристиками. Не понравился каратыш, высаживайте ли она видна. Есть такие черри, двухметровые, мелкие, говорят, что они на балконах, на лоджах прекрасно вызревают, кисти висят до самой осени. Все, до свидания. Нашим огородникам балконным тоже, конечно, хочется. Пробуйте, задавайте вопросы, выращивайте. Я вот в прошлом году испытывала специально для вас, для таких, кто и высаживала и клубнику, и этот у меня огурец в ведре рос, но я его потом, правда, стиральную машину перевалила, и огурец прекрасно вырастает, и томаты прекрасно плодоносят, я выращивала и перцы карликовые, все растет прекрасно в ведрах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова